За последние три года количество онкологических больных в Ненецком округе значительно выросло. С чем связан рост и можно ли обезопасить себя профилактическими осмотрами, об этом мы узнаем сегодня в студии. Это актуальное интервью. И у нас в гостях врач-онколог Ненецкой окружной больницы Яков Харитонов. Здравствуйте, Яков Николаевич. Скажите, пожалуйста, сколько больных сегодня на учете с онкопатологией стоят в Ненецкой окружной больнице и каков их возраст? Здравствуйте. В настоящее время на сегодняшний день состоит на учете у онколога 683 онкопациента. По сравнению с прошлым годом, 634, начало 2016 года, количество заболевших выросло. То есть здесь можно сказать вот такие цифры. А с чем вы как врач, как специалист связываете рост заболеваемости и каковы вообще основные причины вот этой болезни? Рост заболеваемости, он связан прежде всего, значит, с улучшением выявляемости онкозаболевания. Это раз. Во-вторых, старение населения. Это два. И третий фактор, это, в общем-то, онкологическая заболеваемость растет не только в Ненецком автономном округе, но и по всей Российской Федерации. То есть онкозаболеваемость, это в большей части им подвержены люди старшего возраста? Да, здесь, значит, на онкоучете состоят именно у нас в Ненецком автономном округе лица с 28 до 85 включительно. Но прогрессивная вот именно заболеваемость онкологическими заболеваниями, если молодой возраст это единичные случаи, то где-то после 55-60 лет и включительно до 85 на сегодняшний день, значит, это именно заболевания пожилого возраста. Поэтому сказать могу так. То есть причина – это изменения, которые происходят внутри организма с возрастом, или это какие-то внешние факторы? Здесь влияет роль множество факторов на это всё. Во-первых, возраст, потому что для каждого возраста характерны свои заболевания, в том числе онкологические заболевания. Во-вторых, хронические заболевания, ведь онкология и опухоль, она не вырастает, несмотря на пустом месте, проще говоря, да? То есть она появляется на фоне хронических заболеваний. И чтобы выявить вовремя онкологию, нужно следить за хроническими заболеваниями. То есть, в общем-то, здесь можно сказать, что все хронические заболевания подлежат диспансерному учёту у, в первую очередь, у врача-терапевта, врача общей практики, фельдшеров на местах, которые находятся у нас в сельской местности, да? И в последующем они контролируются согласно клиническим рекомендациям, которые существуют у нас в онкологии. Наблюдение, то есть, например, если мы возьмём, к примеру, хронический гастрит, проще говоря, да, вот здесь вот, то мы должны проходить хотя бы раз в год, а то лучше два раза в год, в зависимости от типа хронического гастрита, да, формы хронического гастрита, два раза в год, чтобы выявить изменение слизистой желудка на более ранней стадии, чтобы заподозрить онкозаболевание и в дальнейшем принять тактику ту или иную на лечение вот этого заболевания, предупреждение онкологии. То есть, вычислив, сколько человек у нас страдают хроническими заболеваниями, можно их уже поставить в группу риска, так сказать? Да, конечно, все хронические заболевания, мы их включаем как хронические заболевания, они состоят все на диспансерном учёте, либо при выявлении этого заболевания состоят все на диспансерном учёте у участкового терапевта и, согласно этим клиническим рекомендациям, обследуются в зависимости от заболевания. То есть, все хронические заболевания должны подвергаться анализу и обследованию с течением какого-то определённого времени. Поэтому, в общем-то, все хронические заболевания являются, не все, конечно, они являются предраковыми заболеваниями, но существует риск развития опухоли. Это какие органы и какие заболевания? Не обязательно какие органы, здесь такого нет. Любая локализация с хроническим заболеванием, она, в общем-то, считается как предраковое состояние, но здесь нужно смотреть на изменения клеток, которые происходят с течением времени. На все онкозаболевания влияет возраст, как мы уже сказали, течение заболевания, соблюдение тех или иных рекомендаций специалиста, которым был назначен при любом хроническом заболевании, ну и диагностика, согласно клиническим рекомендациям, на фоне с течением какого-то времени. Если клетки изменяются, значит, предполагается одна тактика. Если клетки не меняются, тактика совершенно иная. Пока вот так. То есть человеку каждый ежегодно нужно проходить медосмотр, чтобы узнать? Да, конечно. Любому человеку, особенно я рекомендую после 40-43 лет, хотя по клиническим рекомендациям и по рекомендациям наблюдения с хроническими заболеваниями рекомендуется там с 45 лет, да, я все-таки считаю, что необходимым на 2-3 года раньше проходить эти исследования, так скажем, профилактическое обследование раз в год хотя бы. И согласно уже рекомендациям специалистов этому, будь то участковый терапевт, будь то узкий специалист, будь то уже онколог, значит, они рекомендуют прохождение того или иного вида исследования через 3-6 либо раз в год. 3-6 месяцев, да? То есть существуют вот такие. Поэтому здесь ситуация вот такая, что хронические заболевания, они должны быть, должны наблюдаться и должны обследоваться примерно хотя бы раз в год. А кто проводит это обследование и куда человеку обратиться, если не хочет? Любой человек, который с хроническим заболеванием, либо у него еще это заболевание не выявлено, либо оно выявлено, обращается в первую очередь к участковому терапевту. Участковый терапевт обследует, согласно клинических рекомендаций, то бишь, если можно сказать, ну, например, привести хронический гастрит, да? Хронический гастрит, да? То здесь человек выполняет такие исследования, как рентгеноскопия желудка, фиброгастроскопия желудка, биопсия, то есть берется клетки со слизистой желудка, измененные слизистой желудка, и делается, соответственно, цитологический либо гистологический анализ. Берутся общие анализы. Что очень важно для такого пациента, когда получают они гистологический или цитологический анализ у терапевта, терапевт в последующем направляет уже в первичный онкологический кабинет. Либо к узкому специалисту, например, к гастроэнтерологу. И гастроэнтеролог, оценивая ситуацию, клиническую картину, рентгенологическую картину, картину фиброгастродуоденоскопии, значит, обследование желудка и двенадцатиперстной кишки, плюс цитологическое обследование заключения, соответственно, направляет либо в первичный онкологический кабинет, который находится у нас в возрослой поликлинике, либо, значит, направляет дальше куда-то в отсутствие онколога, направляет на обследование при подозрении на онкозаболевание или выявлении онкозаболевания, значит, на обследование в архангельский онкологический диспансер, либо в другие центры, в которых я скажу позже. Вот. И при постановке либо они могут этот диагноз либо отвергнуть, либо поставить, назначается соответствующее лечение. Пока вот так. А какие виды онкологии можно диагностировать при медицинском осмотре? При первичном медицинском осмотре, значит, мы, что мы можем видеть? Во-первых, хочу сказать, что у каждого медработника и в том числе у участкового терапевта, да, узкий специалист, фельдшер, медсестра, должна быть прежде всего онконостороженность. Онконостороженность – это если мы видим какое-либо или подозрение, либо мы уже выявляем какое-то онкозаболевание, да? То есть особенно видимая локализация. Видимая локализация – это прежде всего кожа, слизистые. Слизистые – это полости рта. Соответственно, значит, какие-то проблемы по женской части, да, по женской линии, по мужской линии. Вот. То есть когда мы, особенно в смотровых кабинетах, либо фельдшер, либо акушерка выявляют вот эти все вещи, да, вот, они направляют уже с подозрением на онкозаболевание в первичный онкологический кабинет, где мы уже обследуем согласно клинических рекомендаций и стандартов обследования на то или иное в зависимости от локализации. В зависимости от локализации опухоли, либо это доброкачественное образование, проводим дифференциальный диагноз, либо это злокачественное образование. Соответственно, мы направляем в Архангельский онкодиспансер, это основная наша клиническая база, либо клинические базы больших городов, это город Санкт-Петербург и город Москва. Ну вот как вы считаете, надо ли менять порядок диспансеризации, особенно в части обследований на онкологические заболевания? Порядок диспансеризации, я думаю, что менять не надо. Там прописаны все моменты, которые необходимы, да, но дополнить что-либо стоит. Я думаю, что все вот эти вот комплексы, комплекс мер, кстати, он был поручен губернатором, и совместно разработан в департаменте здравоохранения Нинецкого автономного округа. И этот комплекс мер мы уже применяем. Мы там решили просто еще добавить некоторые, так скажем, дополнительные анализы, которые включены будут в диспансеризацию. Диспансеризацию, профилактические осмотры, это такие, как, значит, онкомаркеры, да. Онкомаркеры – это такие специфические белки, которые выделяются опухолью, но их на ранней стадии мы обнаружить не можем, потому что это специфические вещи, да. Вот. И мы их используем в настоящее время только для… Вот два онкомаркера четко себя зарекомендовали, но, конечно, при условии правильного забора, который объяснит уже доктор, который назначает. Да, действительно, на онкомаркеры сейчас все уповают, но, значит, доказано уже, научно доказано, что онкомаркеры, они вот именно кроме двух, которые я вам хочу предложить и рассказать про них, да, в большей степени, значит, это включить в диспансеризацию такой онкомаркер, как ПСА, простатспецифический антиген. Он больше всего характерен у нас для ракопредстательной железы. То есть в определенном возрасте, а именно после 40-43 лет, мы рекомендуем эти, да, вещи при проведении диспансеризации либо при проведении каких-то… после осмотра уролога, например, да. Вот. То есть пациент, либо это женщины, у которых используется онкомаркер СЕИ-125, это тоже специфический онкомаркер на заболевание женских половых органов. Вот эти онкомаркеры в клинической практике, они работают. Другие онкомаркеры, а используем мы их, значит, 3-4 онкомаркера и у женщин, и у мужчин, в зависимости от локализации опухоли, в зависимости, значит, когда опухоль уже выявлена, потому что они работают в период, когда, например, мы ставим уже первоначально опухоль той или иной локализации, да, мы берем соответствующие вот эти 4 онкомаркера первоначально, и потом в процессе лечения они лучше нам показывают динамику лечения заболевания, либо рецидива онкозаболевания, проще говоря, да, вот, то есть, что касательно онкомаркеров. Значит, на онкомаркеры направление может выписать либо онколог, либо, значит, узкий специалист, в зависимости от локализации, в зависимости мужчина или женщина, вот, то есть, это для пациентов бесплатно по ОМС, вот, те, кто хочет самостоятельно провериться, да, и сдаёт в том же самом клинике цитомед, вот эти онкомаркеры, они могут любого доктора запутать, понимаете, то есть, вот эти онкомаркеры, они очень чувствительные, и они могут показать хроническое заболевание какое-то, и если пациент приходит с этими анализами просто к участковому терапевту, он может неправильно оценить динамику, либо оценить именно состояние вот по этим онкомаркерам, поэтому желательно, если кто-то сдал их в цитомеде, подойти именно к онкологу, вот, потому что, чтобы правильно расценить, вот, соответствующие результаты онкомаркеров. То есть, ими может воспользоваться любой желающий? Ими может воспользоваться, да, но их просто так сдавать, это, во-первых, дорогое удовольствие, каждый онкомаркер стоит около 700 рублей, один онкомаркер, да, вот, во-вторых, есть количественный онкомаркер, а есть качественный, то есть, например, если взять тот же самый ПСА, если он повышен, автоматически нам лаборатория дает ПСА свободный и ПСА связанный, и соотношение, то есть, вот так вот он делится, если он повышен, да, соответственно, мы можем на основе вот этого онкомаркера посмотреть, что это такое, это все-таки, вот, есть данные результаты выше, характерные для рака, есть характерные для доброкачественных новообразований и предстательной железы мужчин. Вот, то же самое и СЕ-125. Вот эти два онкомаркера, они именно работают при, значит, диагностике ранних форм рака. Остальные онкомаркеры, они более-менее так, но они тоже реагируют, но не в той степени, которой бы хотелось. Вот то, что сказано вот поэтому. Самое главное все-таки это, чтобы люди приходили на дополнительную диспансеризацию, и когда их приглашают, да, профосмотры, и это должно быть не просто формально, формальный, так скажем, профосмотр, да, а именно человек приходил с какими-то жалобами, и потому как организм, все-таки человек лучше знает, что случилось, что произошло, какая поломка в организме, да, и он может рассказать динамику заболевания, как протекает заболевание, да. Вот, поэтому здесь я думаю, что надо прежде всего обращаться к участковым терапевтам, чтобы они хотя бы раз в год, да, назначали общие анализы. На основании этих анализов даже в динамике можно судить о том, как, например, протекает хроническое заболевание. Вот, как изменились анализы по сравнению с прошлым годом. Потому что именно опухолевые заболевания, они дают какую-то минимальную картину лабораторную, я имею в виду. И если, значит, какие-то есть изменения в этом анализе крови, хотя бы в общем, да, то участковый терапевт, либо узкий специалист, он это все, по крайней мере, дело возьмет на контроль и направит к соответствующему узкому специалисту, если это терапевт, для подтверждения, либо отвергнуть, да, какой-то диагноз, либо к онкологу. А мы уже вместе начинаем разбираться. Ну, на какой чаще всего стадии выявляются заболевания, и есть ли какой-то минимум, на котором необходимо выявить, чтобы было не поздно? Чтобы было не поздно, это, во-первых, есть так называемый синдром малых признаков. Синдром малых признаков в онкологии, он говорит о том, что есть у пациента беспричинная общая слабость, да, чтобы пациенту как-то более, так скажем, проще сказать простым языком, да, если, например, пациент пришел и устал после работы, он лег спать, отдохнул, он чувствует себя отдохнувшим, да, то здесь беспричинная общая слабость, она заключается в том, что человек после работы, выспавшись вроде бы довольно-таки значительное время, он встает, такое ощущение, как будто не отдыхал. Это вот называется беспричинная общая слабость. Потом, снижение массы тела, хотя бы на 15% за 2-4 месяца, ну, до 6 месяцев считается, да, в онкологии, когда человек худеет, несмотря на то, что он вроде бы нормально питается, вроде бы нормально ведет здоровый образ жизни, да, то есть его особо пока ничего не беспокоит. Но он теряет в массе тела, худеет резко, да, это раз. Во-вторых, если это не связано с какими-то диетами, да, тут заметить надо обязательно. Вот. Но здесь именно вот эти вещи нужно учитывать. Во-вторых, значит, все вот эти вот две причины – это беспричинная общая слабость, похудение, значит, третье – это то, что бывают какие-то, особенно на коже, да, мы видим родинки, вот. Вроде бы, да, это красиво, но если родинка начинает меняться, либо их становится больше, но если она начинает меняться, она изменяется цвет, размеры, она кровоточит, она как-то зудит, да, на родинке начинают выпадать волосы. Часто бывают эти все вещи, да, происходят. То желательно нужно не то, что так вот сразу бежать, но, по крайней мере, сразу же обращаться. Вот. Там день-два роли не сыграют, но, по крайней мере, вы в это время уже покажетесь. А дальше мы решим, что делать именно с этой родинкой, да, это по коже. Дальше. По кишечнику, если говорить эту локализацию, да, значит, какие-то, какая-то, может быть, диарея, да, чередование с поносами, проще говоря, да, для обыденного человека. Поносы, запоры, вот эти вот чередования, длительные запоры, это тоже должно насторожить. То есть что-то пошло не так, какая-то поломка в организме, да, какие-то кровенистые выделения из тех или иных естественных отверстий в человеке, так проще сказать, да, то есть, будь-то это нос, горло, полость рта, там еще где-то, да, то есть вот эти вещи должны насторожить. Длительно хронические незаживающие язвы. Вот. Обширные ожоги на коже, которые зажили с рубцами, и эта кожа уже, это ненормальная кожа, она уже не защищает вот эти вещи. Поэтому нужно тоже за этим следить, чтобы не было каких-то хронических потертостей, да, еще вот это все. То есть здесь тоже есть определенный диагностический перечень на ту или иную виду, вид патологии кожи, рака кожи, то есть предраковые заболевания, да. Вот. Дальше что? Хотелось бы предупредить, значит, жителей в связи с тем, что они часто используют отдых за границей, да, то есть вот этот вот фон, он действительно влияет, и поэтому, когда вы перед тем, как уехать, посмотрите, пожалуйста, на свои родинки, да, обратите внимание. И когда приедете, обратите снова внимание на них, потому что именно ультрафиолет, он действует хорошо вот на эти вещи, да. И здесь возникает либо рост, либо увеличение вот этих родинок, то есть с этим бы хотелось тоже обратить внимание, чтобы вы знали, что эти родинки, которые изменяются, вы должны тоже обращаться именно к нам. Прежде всего к дерматологу показаться, и если дерматолог что-то заподозрит, обратиться уже к онкологу. Но если все-таки выявили онкозаболевание, то какую помощь могут оказать здесь, и где человек может продолжить лечение? Значит, при выявлении или подозрении на онкозаболевание, значит, мы перечень обследований по тем же клиническим рекомендациям проводим здесь, на месте. Пациент планово записывается, значит, к тому или иному специалисту, которому мы ему говорим, да. Вот, он едет либо в Архангельский онкодиспансер, либо при наличии у него, значит, выявленной какой-либо патологии, он может уехать еще в город Санкт-Петербург. Это такие научно-исследовательские институты и клиники, такие как НИИ Петрова, это песочный, да, РНХЦ, город Санкт-Петербург, Ронс-Блохина, значит, это Москва, НИИ Бурденко, это город Москва, значит, город Санкт-Петербург, еще там есть НИИ Бехтеревой, вот. Но нужно понять одно, что есть, существуют определенные стадии заболевания, да, то есть ранние стадии онкозаболеваний в 95% случаев они излечиваются. Чем раньше выявлено онкозаболевание, тем лучше оно лечится, и тем лучше результат, то есть выживаемость при раннем выявлении 95%. Вот. Дальше, значит, пациент получает от нас направление, по нашему направлению, значит, для обследования у него уже все готово, и если нужны какие-то еще обследования дополнительные, дорогостоящие, то они уже проводятся по месту его нахождения и обследования, то есть будь то НИИ Петрова, например, да, будь то Архангельский онкодиспансер, то есть те исследования, которых у нас здесь не проводится на нашей базе. Но наша база, она тоже, в общем-то, в окружной больнице, в заполярной поликлинике. Здесь неплохие диагностические возможности, то есть мы можем проводить такие виды исследования, как фиброгастроскопия, сбиопсии, рентгеноскопия, все рентгенологические методы исследования, да, то есть будь то флюорография, рентген легких, так, из высокотехнологичных методов и исследования, это КТ легких, КТ легких, КТ брюшной полости, КТ любой области, из которой можно извлечь какую-то пользу от этого исследования, вот, то есть УЗИ. Вот, значит, у нас можно сделать цитологическое исследование, гистологическое исследование, да, то есть то, что забирается, какой материал, мы его исследуем. То есть мы, в общем-то, пациента готовим полностью для осмотра узкого специалиста-онколога, будь то онкоуролог, онкогинеколог, таракальный онколог, абдоминальный онколог, ну и другие виды вот этих специальностей, именно узкой направленности, да, вот, и они уже на основании наших что-то еще добавляют дополнительно к этому, и ставя уже окончательный диагноз, стадию заболевания, они назначают соответствующее лечение. Либо это операция, либо это лучевая терапия, либо это гормонотерапия. В настоящее время все-таки один метод лечения, он применяется крайне редко. В настоящее время применяется комплексное лечение, то есть будь то это либо операция, плюс гормонотерапия, в частности, это можно сказать про рак молочной железы, да, будь то это, значит, операция лучевая терапия, гормонотерапия, полихимиотерапия. В настоящее время из новых современных методов лечения есть такое понятие, как анализ на иммуногистохимию, то есть чувствительность опухолевые клетки к тому или иному какому-то определенному виду препаратов. Называется иммуногистохимия. Это дорогой анализ, но он берется в архангельском онкодиспансере, в тех учреждениях, которые я назвал ранее. Этот анализ говорит нам о том, что этому пациенту показан дорогостоящий препарат, таргетная терапия называется. То есть есть такое выражение в онкологии в настоящее время, каждой клетке по таблетке. Если мы ранее применяли полихимиотерапию, которая была направлена на, значит, на все виды опухолей, проще говоря, да, например, одна локализация, но он убивает и те, и другие клетки, то сейчас мы подводим этот препарат именно к определенной клетке-мишени, так называемой, к опухолевой клетке. И он работает только в этом месте. А сколько было прооперировано человек в Ненецком округе за последние годы? За 9 месяцев, значит, было, я полную цифру вам не могу сказать, но где-то из тех, а выявлено всего за 9 месяцев 86 пациентов, это заболеваемость, да, это 198,2 на 100 тысяч населения. Это показатель такой. Вот, значит, из них примерно половина прооперированы. Прооперированы, но и соответствующие те виды лечения, которых я вам только что назвал. 30 человек? А? 30 человек. Около 30-40 человек, да. Соответственно, они были прооперированы, и им проводится в послеоперационном периоде либо гормонотерапия, либо полихимиотерапия, вот, либо таргетная терапия. То есть, когда человека оперируют, у него берут вот ткань этой опухоли и исследуют на иммуногистохимию. Ну, а какова статистика печальных исходов заболевания, есть ли они в Ненецком округе? Да, конечно, от этого никуда не деться, потому что особенно выявляемость и заболеваемость в 3-4 стадии, значит, она чревата тем, что здесь прогноз неблагоприятный. И здесь надежда на то, что мы, значит, вылечим полностью пациента, ее нет. Фактически ее нет. Мы можем только поддержать и продлить жизнь пациента. Здесь используется уже палеотивная полихимиотерапия, палеотивная гормонотерапия, да, есть такое понятие в онкологии, как палеотив. Вот, палеотивная помощь, которая у нас тоже, значит, в округе делается пациентам с этими стадиями заболеваний, да. Вот, и по данным 9 месяцев, значит, в Ненецком автономном округе умерло 48 пациентов. 48 пациентов, состоящих на диспансерном учете. Из них 12, это в течение года. То есть вот эти пациенты из тех умерших, они были выявлены уже в 3-4 стадии. То есть никакое самое дорогостоящее лекарство не способно остановить? 3-4 стадию. На 1-й, 2-й, начальной, 3-й, там есть еще подразделы, оно работает, и оно останавливает эту опухоль, и, в общем-то, проводятся различные виды химиотерапии, вот именно таргетных терапий, да, то есть мы уменьшаем размер опухоли, уменьшаем сам размер опухоли, да, в определенной локализации, и, в общем-то, эти клетки онкологические, онкоклетки, они убиваются. Проще вот так вот сказать. Ну и в завершении встречи вот от вас, как от врача-онколога, хотелось бы услышать какой-то рецепт, рекомендации, вот как обезопасить себя от этого тяжелого заболевания. Прежде всего хотелось бы сказать, что в настоящее время онкология – это не приговор. Это раз. Во-вторых, нужно более бдительно и более разумно следить за своим здоровьем, вести здоровый образ жизни. То есть из каких профилактических мероприятий – это здоровый образ жизни, да, прежде всего. Отказ от курения, потому что в настоящее время доказано, что 95% онкозаболеваний возникает все-таки и на фоне, в том числе на фоне курения. Вот. Значит, отказ от большого количества употребления спиртного, занятия спортом. Это не обязательно должен быть какой-то высокий результат в спорте, да, это для спортсменов оставьте. А именно, что занятия спортом обычно для физической активности. То есть больше двигаться. Вот дальше. Рациональное питание. То есть в питании должно все-таки быть предусмотрено, что должны присутствовать в большей степени фрукты и овощи. То есть, например, 30% – это должно быть натуральное мясо. Это не должны быть продукты из мяса, да, вот, а именно натуральное мясо, рыба и присутствие вот именно овощей и фруктов. Вот. Поэтому здесь, наверное, можно сказать вот так. И профилактические осмотры, пожалуйста, хотя бы раз в год. Спасибо, Яков Николаевич, что пришли к нам в студию. Я напомню, сегодня у нас в гостях был врач-онколог Ненинской окружной больницы Яков Харитонов, и мы говорили об онкологической заболеваемости в Ненинском округе. Это актуальное интервью. До встречи.